Расходы областного бюджета в этом году будут увеличены до 80 миллиардов рублей. Такое решение принято на заседание регионального правительства. К казну поступили дополнительные средства. В том числе 623 миллиона рублей будут выделены из регионального резервного фонда. Одно из основных направлений расходов – здравоохранение. Почти 492 миллиона будут направлены на переформатирование и организацию поечного фонда Министерства здравоохранения, которое по сути пойдет на создание новых мест в больницах для борьбы с коронавирусной инфекцией. Также 131 миллион также будет направлен на материально-техническое обеспечение госпиталей и других учреждений здравоохранения. Кроме того, 1 миллиард 300 миллионов рублей пойдет на выплаты заработной платы. На оказание социальных мер поддержки ульямцам дополнительно выделят 844 миллиона рублей. Еще 197 миллионов пойдут в резервный фонд. Одновременно продолжается подготовка бюджета на следующий год. Свыше 2 миллиардов рублей пойдет на спорт и развитие физической культуры. На эту сумму достроят дворец художественной гимнастики, крытый футбольный манеж. Оставшаяся часть пойдет на строительство фоков. В планах 11 хоккейных кортов с раздевалками. В профильном министерстве надеются, что пандемия не помешает проведению массовых мероприятий. Следующий год, год 21, это год детского спорта на территории нашего региона. Мы на сегодняшний день уже получили 5 крупных федеральных мероприятий на территории нашей области. И что самое главное, мы заложили эти средства, но самое главное, что большая часть, порядка 70%, это будет финансироваться федерального центра. С Нового года вводится налоговый маневр для IT-компаний. Налог на прибыль для них составит 3%. Но должно выполняться условие, что не менее 90% выручки приходится на программное обеспечение. В Ульяновской области эта планка будет еще больше снижена. Возникло предложение сохранить ту льготу, которая действовала в Ульяновской области для IT-компаний, чья выручка от реализации IT-услуг, разработки программных решений в сфере IT превышает 70%, и ту льготу сохранить и оставить. Сейчас в области работают 1240 IT-компаний и предпринимателей. Отрасль демонстрирует уверенный темп роста. В частности, от нее поступает 600 миллионов рублей налоговыми отчислениями. Егор Цитов, Артем Куранов. Новости Управда ТВ.